Привет, мои любимые, из Дивноморского. Смотрите, какой у нас дождь идет. Где я? Я спряталась под навесик. Привет, привет. Показала вам Вику, свою подружку, соседку. Она стояла, переживала, что мамочка ее ушла. И хотела бежать ее искать. Я говорю, солнышко, не надо, подожди, сейчас мамочка придет. Может быть, она пошла в магазинчик что-нибудь купить. Там Юлька стоит, собачка возле нее ходит. Вороны орут. Вот, я и говорю, не ходи, подожди. И она сказала, хорошо, я подожду. И она подождала, и мама пришла ее. Мама, оказывается, занималась спортом. Одела спортивный костюм и бегала. И еще, я думала, я. Видите, тут все собачек подкармливают. Сейчас покажу. Девушка. А вы его снимаете? Да. Видите? Это местные жители. Какие тут все добрые, все подкармливают собачек, кошечек. Он кушает. Видите, прям курочкой кормит. Да ладно, он сам разгрызет. Не надо ему помельче. Я как всезнайка и как люблю учить. У меня прям пробивается. Видите? Дождик. И на руке у меня дождик капельки. И кофта у меня уже вся в капельках. Хоть я и под навесом стою. Голубь полетел прям. Смотрите, какой дождик. Дождик в Дивноморском. Такая погода. Людей вообще почти нет. Хотя некоторые с зонтиками ходят. О, схватил кусочек курочки и убежал. Там ему приятнее где-то кушать на травке. Мокрый. Смущается девочка. А я как чупча. Что вижу, то и пою. Прикол. И пришла, в общем, Викина мама. Сказала спасибо Ирине, что вы ее не пустили. Потому что она такая, что может пойти, пойти, пойти. Такая девочка, короче, свободная. Как я. Вообще красота. Хоть показала вам, какой дождик у нас идет. Тут и так запах обалденный и свежесть. А сейчас представьте, какое как будто море соединилось с землей. Так все классно. Вообще просто сказка. Многие закрыты, эти ларечки. Потому что рано еще времени сколько? Наверное, часов около 11. Они тут приезжают некоторые сейчас вне сезон. Открывают в 11, в 12. Вот приехали, открыли. Вот тут только-только открыла. Вот эта девушка в красном костюме. Видите? Только-только открыла. Они еще даже вот вытирают, еще не все вывесили. Вот. Дождик пошел, и люди все с моря побежали. Красота вообще. Так соскучилась за Питером, за дождиком. Но вот здесь он абсолютно другой. У нас там он такой мелкий-мелкий, моросящий. Идет весь день. А там, малявка, он кричит. А там у нас моросящий, а тут такой прошел, и снова солнце, и снова жизнь, и снова радость. В Питере вообще другое правда. Ну, вы сами знаете многие, какой в Питере дождик, и какой здесь. Смотрела утром я «Жизнь на море», канал такой. Там Алексей, по-моему, его зовут. Он ходит и показывает и Геленджик, и Девноморская. Я его, кстати, тут встретила, он когда снимал, и познакомилась с ним. Вот. И он все рассказывает. И о ценах. Он сейчас, кстати, ходит в Геленджике, на этом самом, на ярмарке, где мы с вами были в прошлые выходные. Сегодня же воскресенье. Так что, может быть, и мы пойдем. Поедем сегодня на ярмарку, что-нибудь купим. Потому что у нас вообще ничего нет, мы уже за неделю все скушали. Потому что так, в столовую ходим, супчик поесть. А дома едим сыр, сметанку, что купили. Готовить в столовую на первый этаж четвертого, не хочется ходить. Когда они в этом ходили, мы их домой не разогрели. Вот. Малявки тут катаются на самокате под дождем. Им дождь нипочем. Они в капюшонах и в курточках. Ну вот. И дома кушаем. Не знаю, так, можно сказать, сухомярку. Ну, пюре завариваем, потому что на этаже есть чайник. А так, в принципе, не готовим. А кушаем сыр, творог. Там, что-то, что покупаем. И он сегодня сказал, этот Алексей, что этот творог делают там из чего-то, что это не домашний творог. По 300 рублей килограмм. Короче, такое вот. О, вот эти, что я говорила, хочу попробовать. Томочке Сират заобещала, что попробую. Куфточки такие красивые. Курточки. Смотрите, какое платье. Блин, что-то меня пробило на эти платья. Оно такое лягусенькое. Оно вот выглядит, как будто такое, знаете, плотное. Но оно такое легенькое. Ну, что-то у меня, говорю, пробило на платье. Я не знаю, не знаю почему. Что-то с головой не то. Дождик. Прям брызжет мне в глаза. Смотри, тут как в Питере, типа, трубы. Хотя дождик минутный. Уже почти закончился. Здравствуйте. А что? Рекламирую вас, чтобы люди приходили. Ой, какая ты молодец. Вот. И бесплатно, заметьте. Ой, да что ты. Да. Осторожно. Смотрите, подножки. Не падайте. Вот наша собака, которая ела. Привет. Собачка. Девушка, а вы тоже каменчик? Да. Да? Круто. Вот девушка каменчик. Вместе с Суперной. Я, как всегда, ко всем пристаю. Тут шашлычки по-деревенски. Этот самый. Картошечка. Все так пахнет вкусно. Это потому, что я не ела. Потому, что я, как Вика, я просыпаюсь утром и вообще не люблю есть. Почему-то так организм у меня не принимает еду. Хотя все говорят, что нужно приучить себя. И завтрак должен быть плотным и так далее. Зонтик какой прозрачный, красивый. Вот. А я вообще не могу утром есть. Вообще не мое. Не знаю. Так что. Показала вам немножечко дождик. Он прекрасен. Меня прям вернул в Петербург. Сразу такое благостное чувство. Как будто я дома. И Ауди. Ну прям вообще песня. Люблю вас, мои хорошие. Всем волшебного дня. Если поедем в Деленджик, поснимаю вам ярмарку. Ну хотя, не знаю, если поедем. Давай, Люся. Ну давай, Люся. Не хочет он уменьшаться. Такой вот он упертый с характером. Вот. Молодец. Молодец. Пока-пока. Люблю вас. Чуду-чуду-чуду-чуду.